здравствуйте друзья вопрос зачитаю меня зовут иван мне 29 лет я из небольшого городка в пермском крае последние четыре года живу в праге чехия здесь у меня небольшой бизнес управляю отелями хороший доход по местным меркам 7-8 тысяч долларов очень красивый чистый город шикарная природа неплохой климат я всегда мечтал жить в америке а именно в нью-йорке хотя и ни разу там не был английский у меня хороший учу каждый день опыт работы в турбизнесе около 10 лет 4 из них управление отелями уже год изучая вопрос переезда и легализации пути моей легализации в общем мне уже понятный хорошо получилось так что до сих пор у меня нет высшего образования поэтому первое время планирую совмещать учебу и какая уж попадется работу в дальнейшем хочу продолжить свой опыт в отельном бизнесе хочется услышать ваше мнение последующим вопросом правильно ли я выбрал для начала своего пути нью-йорк принципиально ли наличие высшего образования в сша а именно выбранным мною бизнесе по опыту в россии и чехии этот вопрос не принципиален во главу углу во главе угла больше опыт знания репутации ну и может быть что то можете посоветовать или прокомментировать буду благодарен за любую информацию и критику ну что ж друзья давайте по порядку будем правильно ли он выбрал нью-йорк я честно говоря вот прежде чем мы о нью-йорке все-таки если он в отельном бизнесе и уже много лет о чем ему не съездить в америку вот он так они мечтают может быть ему не понравится я не знаю я не удивлюсь что после жизни например в праге человеку может не понравится нью-йорк и вообще америка это все-таки это не то что он из пермского края то сразу непосредственно поэтому так ну даже даже не знаю вот эта часть меня немножко пугает то есть я боюсь как бы разочарования какого-то у него не было я знал людей которые приезжали в сша из европейских столиц ну вот например у меня есть товарищ мы с ним в школе еще вместе учились потом в институте и он довольно рано но по тем временам оказался в венгрии в будапеште и он там прожил лет семь пока приехал в америку а мы уже тут были пару лет и когда он приехал в америку это было в бостоне происходило с женой там с ребенком и вот они он не выдержал он 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 программист он прекрасно работал зарабатывал в этом смысле у него все было идеально но его все раздражало в бостоне понимаете это достаточно европейский город на самом деле но вот так вот и кончилось тем что там и семья распалась там и бог знает что я не давно уехал оттуда или или остался в америке жить не могу сказать но это мы давно не общались но во всяком случае такая вот история поэтому и это будапешт ну что сказать вот поэтому это эта часть меня немножко беспокоит теперь если мы переходим к вопросу непосредственно то для того чтобы разве как бы развиваться в направлении там отельного бизнеса это громадный бизнес господи там работать для всех хватит безусловно нью-йорк но так столица мира так мысли там отовсюду народ приезжает большой поток людей невероятное количество гостиниц но нью-йорк не единственное место такого плана то есть любой большой город в общем-то имеет хорошую нагрузку в этом смысле то есть и сан-франциско где очень очень много туристов и лос-анджелес и сиэтл и чикаго и майами понимаете ну то есть много таких много таких мест наверное нью-йорк конечно наиболее насыщенный туристическим бизнесом город я так предполагаю вот но в общем далеко не единственный вот теперь не было сказано конкретно какие у него пути легализации поэтому если путем легализации является например там политическое убежище то явно его месте смотрел бы где проще дают политическое убежище где лучше статистика и ехал бы туда например если если вдруг в чикаго это лучше чем нью-йорке я не знаю сомневаюсь но допустим вот ну так я ехал бы в чикаго я слышал много раз что в сан-франциско хорошая статистика может быть ему сан-франциско тут тут тоже будь здоров вот не не только в самом городе но вот в кремниевой долине тут на каждом шагу отели моты но мотельчики маленькие там это правда и но и большие есть такие сетевые кроме того если у него первое время не будет разрешения на работу а он тут вот так пишет что первое время там какая-нибудь работа значит тогда он мог бы работать в небольшом мотельчике например там полно нелегального народа работает в майами например очень много нелегалов работают именно в таком отельном мотельном бизнесе там просто не хватает людей вот для этих дел поэтому там там есть так пошли смотреть дальше значит это правильно ли он выбрал нью-йорк но но критиковать нью-йорк мы не будем то есть я считаю что нью-йорк совершенно адекватное решение вот может быть не единственное принципиальное наличие высшего образования в сша а именно в выборном мной бизнесе но мы много раз возвращаемся к к тому что высшее образование зачастую не является чем-то обязательным если только это не какая-то позиция обычно в государственном секторе или где-то в крупных корпорациях где без наличия той или иной того иного образования тебя просто не возьмут на эту работу это бывает вот если там положено что на этом месте должен быть там phd да значит они будут искать phd если положено там бакалавра или мастера они будут искать бакалавра или мастер то есть такие работы тоже есть вот но я честно говоря никогда не сталкивался вот так чтобы в моей практике или скажем в практике наших студентов которых у нас там многие многие тысячи никогда не слышал чтобы кто-то уперся в образование в отельном бизнесе я не работаю вот поэтому не могу сказать наверняка но по тому количеству нелегалов потому количеству иностранцев которые там работают можно судить о том что как бы там большая потребность в людях то есть они не не очень переборчивые эти они берут народ со всего мира и включая нелегалов но если позиция какая-то высокая например в там в иерархии наверное потребует какое-то образование но если у человека свой бизнес например и он занимается тем что он берет какие-то отели поменьше побольше в управление да то как как бизнесмена ему вообще никакого образования не нужно я я думаю никто не дает тебе бизнес потому что у тебя диплом есть я я не очень понял вот этот вот это его занятие в чехии то есть я такое ощущение что он просто заключает там договора с какими-то отелями видимо небольшими и выступает как менеджмент компания вот но наверное тут так можно тогда вообще никому не нужно твое образование но это не сразу и в конце концов если парень еще достаточно молодой в состоянии так а почему не получить образование я не вижу как бы какой-то кардинальные причины для не получения высшего образования если у тебя все равно никакого высшего еще нет ну конечно неплохо чё же сказать вот я бы я бы получил он собственно и говорит что я буду какое-то время там работать получать образование и так далее значит на какой должности ему придется при этом работать мы не знаем но я думаю что все нормально у него пойдет мы не безумно много путешествуем там по америке но мы ездим почти каждый год куда-то и всегда встречаем людей из самых разных стран которые так фанатично знаете работают в отельном бизнесе тащатся с этого и вот вот как то есть люди которые фанаты этого дела и я их видел много да там там даже есть какие-то визовые тонкости то есть людей которых не было там не green card и не полноценного разрешения на работу но они все равно работали как-то вот не знаю как я не уточнял то есть я пытался уточнить но так как-то мне расплывчато отвечали вот что можете посоветовать или прокомментировать я думаю так значит первое что я думаю может быть может быть не надо никуда сниматься из европы это первая моя мысль я не не советчик но я просто предлагаю товарищу задуматься над этим самому или может какую-то разведку произвести боем тогда приехать посмотреть там поболтать с людьми так далее это первое сомнение я его уже высказывал но так мы суммируем по поводу нью-йорка у меня никаких нет я не вижу противопоказаний никаких абсолютно по поводу может быть смены профессии если человек хочет любит стремится работать в каком-то бизнесе если у него драйв такой есть то мой совет не поддаваться на соблазны а значит развиваться в этом направлении и получать каждый день удовольствие от жизни тем более что область это очень массовая это очень развитый бизнес и в общем конечно когда экономика не очень хорошо себя чувствует люди меньше путешествуют меньше ездят там по курортам и действительно гостиничный бизнес как бы подвержен экономическим циклом это правда мы даже видим вот по ценам на гостинице вот когда хорошая экономика цены цены повыше когда экономика в рецессии там уж за смешные деньги можно поехать самые шикарные места там и тогда я помню как-то мы были на конференции на 1 но мы там сами оплачивали и мы неделю прожили в ритс-карлтон в лас-вегасе там есть неподалеку от лас-вегаса есть там как-то называется лас-вегас лейкс что ли я не помню а ну они потом обанкротились там и продали я я не знаю что они закрылись я я потом читал что ритс-карлтон в этом месте закрылся как раз экономика плохая была они те кто все это строил не вовремя сделали они по раза три банкротились сначала ритс-карлтон потом те кто у них купил потом те кто у тех купил в общем все так а мы там что-то за какие-то смешные деньги как в этом в местном мотельчике вот мы едем сейчас с вами вы может быть не видите но если не половина то может быть четверть там зданий которые слева и справа это мотельчики маленькие и вот так почему рассказывал вот прямо по цене вот такого мотельчика значит мы там жили в ритс-карлтоне в шикарных таких апартаментов там и так далее так вот все-таки одно дело лас-вегас а другое дело например нью-йорк все равно там большой туризм все равно там приезжают люди по линии организации объединенных наций там очень много международных организаций очень много бизнеса такого связанного с европой и ну просто люди движутся все-таки так громадный конгломерат такой вот поэтому я бы сказал так нравится чего-то делать вот делай балдей там и так далее если вдруг наступит какое-то разочарование а это бывает вот добиваешься чего-то добился и потом смотришь что-то вроде а вроде перерос тоже так бывает значит ну тогда будете думать сейчас вам чего париться ну и конечно если мы говорим про иммиграцию все-таки тут у нас не только отельный бизнес на кону но у нас еще и человек хочет иммигрировать поэтому всегда жил мечтал жить в америке там и так далее это тоже понятная линия значит я бы вам советовал фокус держать на иммиграции легализации вот а отельный бизнес там или еще какой но это вопрос такой не первоочередной важности собственно была фраза здесь да вот я для себя так пометил сейчас была фраза поэтому первое время планирую совмещать учебу и какая уж попадется работа а в дальнейшем хочу продолжить свой опыт в отельном бизнесе то есть человек на самом деле все очень правильно понимает и моя моя роль скорее даже ну просто посмотреть на план да и сказать может быть там какие-то проколы у него очевидные со стороны я не вижу со стороны никаких очевидных проколов то есть вот если цель есть и вот те действия последовательность действий которая описывается я считаю более чем адекватно и я думаю что мы там пожелаем парня успехов чтобы у него все получилось у него уже многое получилось ребят кто вот кто из нас в состоянии там поехать в другую страну и начать зарабатывать там колоссальные по тамошним понятиям деньги слушайте это же это же он не то что там на какой-то паденной работе там за три копейки и там угол снимает все-таки он уже многого добился поэтому если ему не хватает как бы пространство чтобы крылья расправить ну ну для этого есть америка конечно вот так что приезжайте приходите в гости вот снимем интервью на нашем канале я думаю что многим будет интересно а можем и в скайпе кстати тоже будете в америку эти в нью-йорке значит выходить на связь можем снять интервью skype счастливо